Здравствуйте! В эфире субботняя информационная программа Вести Карачева-Черкесия. Сегодня день народного единства. С государственным праздником жителей республики поздравляет глава Карачева-Черкесии Рашид Семрезов. Этот праздник уходит корнями в 17 век, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов. История не раз доказывала, что в единстве народу под силу справиться с любыми испытаниями и задачами. Хроника славных ратных побед, летопись достижений на мирном поприще, на земле, в воде, в небе и космосе доказывают это. Эта дата – символ солидарности и ответственности за Отечество, за будущее страны. Живя в многонациональном регионе и стране, мы знаем цену братства, взаимоуважения, единства и дорожим ими. Сегодня многонациональный народ России особенно осознает значимость слова «единство» и готов противостоять любым попыткам ослабить наше государство. Плечом к плечу люди разных национальностей вероисповедания защищают интересы своей родины и борются с неонацизмом в рамках специальной военной операции. Россияне с большой теплотой и искренней радостью приняли в свою многонациональную семью жителей новых регионов, которые вошли в состав России, чтобы вместе жить, трудиться, созидать. В этой нашей общей сплоченности и стремлении укрепить страну в желании внести свой вклад в ее развитие – залог нашего общего, стабильного и благополучного будущего. Сегодня в Москве на территории ВДНХ состоится открытие международной выставки «Форума Россия». Концепция выставочного стенда собрала важнейшие достижения Карачева-Черкесии. В центре экспозиции уже установлен макет специальной астрофизической обсерватории «Центр активной имитации звездного неба», которая является одной из самых крупнейших на территории России центров наземных наблюдений за Вселенной. Внутри макета проводят монтаж игровой зоны для детей, где с помощью специальных очков можно погрузиться в удивительный космический мир. Слева на стенде смонтирован 3D-макет «Горы Эльбрус» самой высокой вершины России и Европы. Также установлен экспонат настоящего символа гор – краснокнижного зубра. У макета «Горы» специалисты установили симулятор лыжной трассы, который поможет гостям стенда погрузиться в атмосферу горнолыжного курорта и оценить свои способности владения горными лыжами. Также на площадке экспозиции будет расположен центральный экран, позволяющий оценить сказочную природу республики и основные ее достижения в области туризма, промышленно-сельского хозяйства, гидроэнергетики. Все 89 субъектов России расскажут об уникальности, достижениях, а также продемонстрируют выступления творческих коллективов и свои гастрономические особенности. Вопросы и искажения в учебнике истории России для 10-11 классов исторического факта о депортации ряда народов СССР, в числе которых был и репрессированный карачаевский народ, находятся на особом контроле главы Карачаева Черкесии. Ранее глава региона при встрече с министром просвещения России Сергеем Кравцовым договорились о дальнейших действиях по справедливому изложению темы репрессий в учебнике. Представители науки высоко оценили гражданскую позицию главы республики по недопущению искажения исторической правды. Подробнее Альхан Лепшоков. Искажения исторической правды являются недопустимыми, поэтому подобная информация не должна присутствовать в учебниках по истории России. Созданную рабочую группу, в которую вошли главы субъектов, чьи народы были репрессированы, вошел и глава карачаева Черкесии Рашид Тимрезов. Они довели до автора книги Владимира Бединского о необходимости исправления данной главы. Представители науки нашего региона высоко оценили вклад главы республики за сохранение исторической правды в учебном материале для школьников. Депортация была совершенно... это насильственный акт, совершенный в отношении всего народа, который совершенно ни в чем не виноват, что это совершенно недопустимо, что это противоречит законам человечности, не говоря уже о правовых законах. Соответственно, первоначально общественные организации регионов, а затем и главы республик, и здесь большой респект главе карачаева Черкесской республики Рашиду Борисовичу Тимрезову, они обратились в Министерство просвещения с тем, что этот учебник, в частности, абзац данного параграфа, необходимо убрать или совершенно по-другому изложить. Глава республики Рашид Тимрезов отметил, что репрессии в отношении целых народов нашей многонациональной страны являются несправедливостью и преступлением. И мы со своей стороны благодарны ему за его гражданскую позицию. В этом вопросе отмечают представители научной интеллигенции. Здесь глава республики проявил не просто свою гражданскую позицию, он проявил и понимание потребностей народов в правдивом изложении истории. И, естественно, в наших условиях, в условиях, когда мы говорим о сохранении исторической памяти, мы должны хранить историческую память, а не всевозможные интерпретации фактов. Любые спекуляции на эту тему недопустимы, и уже в новых редакциях будет изложено правильное с точки зрения истории информация. Олег Ханепшоков, Олег Молхожев, Вести Карачаева, Черкесия. Сейчас о погоде на выходные, а после продолжим. Субтитры подогнал «Симон» В этом году исполнилось 80 лет со дня депортации карачаевского народа. А во всех городах и районах Карачаева и Черкесии прошли памятные мероприятия, посвященные этой дате. В прошлом году в поселке Кавказский был установлен памятник жертвам политических репрессий. В этом году жители Прикубанского района собрались на мемориале, чтобы вспомнить трагические события холодного ноября 1943 года, когда несправедливым решением советской власти тысячи карачаевцев были лишены крова, большинство которых были женщины, старики и дети. А в это время тысячи мужчин карачаевцев воевали на фронтах Великой Отечественной войны за родину, за жизнь и за свободу. Пригласили на мероприятие живых свидетелей тех лет. Они рассказывали, что им пришлось пережить в годы, проведенные на чужбине. Глава Прикубанского района Ахмат Семенов в своем выступлении отметил, что тяжелые годы жизни в изгнании не сломили мужество и стойкости народа. Немалый вклад внесен в экономику Казахстана, Средней Азии. Более 9 тысяч карачаевцев отдали свои жизни за свободу родины. Стойкость, вера в справедливость, стремление возвратиться в родные края позволили выжить, выдержать все тяготы лишения. Наш долг всегда помнить тех, кто стал жертвой политических репрессий и не допустить повторения. Пусть будет радость, аккуратность на нашей земле, на нашей стране, где мы должны только гордиться и руководством страны. И вот сегодня вам большое спасибо за то, что собрали, все-таки вспомнили этот трудный, траурный день. Спасибо большое всем присутствующим и тем, которые по каким-то причинам не смогли собраться здесь. Удачи вам всегда, благородства. Дай Бог, чтобы другим поколениям, последующим поколениям, нашим детям, чтобы такое никогда не видели. Дай Бог. Да. Поэтому с этого каждое поколение извлекает уроки. В истории ничего не забывается. Мы должны помнить, мы должны помнить каждого нашего героя. Ей было 13, когда она осталась без дома и родины. Она выжила благодаря огромному желанию жить и трудолюбию. В канун 80-й годовщины депортации карачаевского народа вести побывали в гостях у очевидец тех событий на злых Обчаевой. Мадина Каракетова о тяжелой, но в то же время счастливой судьбе женщины-горянки, сумевшей, несмотря на трудности и лишения, сохранить жизнь, вернуться на родину и достойно в традициях родного края воспитать детей. Это утро в Тиберде выдалось теплым и ласковым. День обещает быть замечательным. Для Нузулы Хабчаева это непременно так и будет. Ведь ей в этот день исполняется 93 года. И она ждет гостей, самых дорогих людей в мире, свою семью и близких родственников. Тех, кто все эти годы рядом с ней и в хорошие, и в трудные времена. А их в жизни бабушки Нузулы было великое множество. Выселяли семью Хабчаевых, родителей, детей, бабушку, дедушку и даже прабабушку с прадедом. Из города Тиберда ночью, неожиданно, не до возможности осознать происходящее. Из вещей только самое необходимое. Товарные вагоны, в которых затолкали людей, долгая дорога, отсутствие возможности заняться личной гигиеной, выбрасываемая по пути тела погибших, в основном стариков и детей. Все это до сих пор бабушка Нузула помнит, будто это произошло вчера. Семья Хабчаевых попала в Киргизию. Мне было 13 лет. Но когда комендант составлял списки, мама сказала ему, что мне всего 10. Видимо, таким образом, уменьшив мой возраст, она хотела меня защитить от тяжелого труда в колхозе, о котором нас уже предупредили. Так началась новая жизнь для Нузулы и десятков тысяч карачаевцев, оторванных от родных мест и разбросанных по азиатским степям. Сталинский район, село Сретенки. Это было огромное село, объединявшее два больших колхоза. Хоть это и была Киргизия, но в Сретенках жили только русские. Нас распределили в их семьи. За все время, что мы там жили, мы от них не услышали ни одного неласкового слова. Наоборот, голодные сами. Русские нас поддерживали, как могли. Помогали адаптироваться к новым условиям жизни и труда. Голодали, испытывали лишения, умирали. За два года из большой семьи Нузулы остались лишь она и мать. Дизентерия, малярия, другие неизвестные мне заболевания забрали одного за другим всю семью. Не было лекарств, должного медицинского обслуживания, и люди умирали. И нас осталось лишь двое. И мы с мамой так боялись потерять друг друга. 14-летняя тогда девочка работала на износ. Самостоятельно обрабатывала полтора гектара свекольного поля. Мама, неудачно упав, с повозки сломала руку. И вот Нузуле приходилось, несмотря на протесты родительницы, выходить в поле вместо неё. Всё как в сказке о Золушке, шутит бабушка Нузула. Закончила со свёклой, так иди в пшеничные поля. Рук недостаточно. Так и жили. 2 ноября 1943 года депортированы были в Казахстан и Киргизию 69 267 карачаевцев. От голода, болезней и лишений, по официальным данным, погибло 43% населения, половина дети. И только через 14 лет изгнания карачаевцы были реабилитированы и получили возможность вернуться домой. Это случилось потому, что мольбы моей матери были услышаны Всевышним. В марте 1953 года разошлась весть о смерти Сталина. Все плакали, в том числе и я. Но моя мать в тот момент обратилась к небесам с молитвой. Она произнесла следующие слова. Пусть с этого момента восторжествует справедливость. Как реки возвращаются в свои русла, так пусть и мы вернёмся в свои горы, на родину. Вновь переступим пороги наших домов. И будем счастливы быть похороненными на своей земле. И действительно, случилось. К этому времени у Нузулы уже была собственная семья. И домой они возвращались в числе первых. Ноябрь, ставший чёрным для карачаевцев, спустя 14 лет для пусть и небольшой его части стал вновь светлым, встретив тёплыми солнечными лучами первых ступивших на родную землю карачаевцев. Массово же народ вернулся в родные края в мае 1957 года. Сбывась и другая мечта матери Нузулы Хабчаевой. Она похоронена в родной Тиберде, прожив 93 года. Нузуле Хабчаевой в эти дни также исполнилось 93. Она родила, достойно воспитала и впустила жизнь четверых детей. Ротные, поздравляя её, желали в здравии встретить и столетие. А самым дорогим подарком для бабушки Нузулы стали объятия внуков и правнуков. И книга, посвящённая роду Хабчаевых, за чтение которой она тут же и принялась. И, кстати, без очков. Хабчаев Салих Усупович родился 15 марта 1947 года в селе Кенарал, Талаская область, Киргизия. После возвращения на родину. На этом субботний выпуск «Вестей» подошёл к концу. Приятных выходных! Субтитры подогнал «Симон»!